Привет, друзья! Вот сегодня последний день в Белграде, утро. Так ничего и не удалось поснимать, потому что, ну, сейчас расскажу попозже. Сейчас, ну, что-то ж надо снять перед отъездом, и я так думаю, что это будет квартира, где мы жили, и дом. Сейчас подойдем к нему и все покажу, что из себя представляет жилье такого среднего уровня в Белграде. Итак, вот наша улица, где мы жили, в воскресенье, никого нету. Подходим. Это не наш. Вот сейчас будет. Итак, вот, вот этот дом. Так вот он выглядит. Здесь въезд в гараж, дом заброшенный. Ну, не в прямом смысле этого слова, но, как видно, что строители забросили его. То есть, вот компания, которая строила, видно, она то ли обанкротилась, то ли что еще. Вот здесь так вот, кажется, что-то все доделано кое-как. Так, вот здесь надо, так вот здесь есть шифра. Ни разу и не пользовался. Сейчас открою. Вот так вот вход. Здесь все заколочено гипсокартоном. Туда вот выход, где гаражи. Не знаю, что там должно было быть, зачем. Здесь какие-то щитки, почтовые ящики и объявления разные. Вот ничего не доделано. Уваляются от куртки, никто не убирается на полу. Все вот так вот. Ну, лифт вот более-менее ничего. Так, пошли в лифт. Лифт стандартный. Кнопочки. Такая вот штука. Такая фишка. Тут, по-моему, три нижних уровня или два. И когда лифт приезжает оттуда, у него такой запах склепа. Так вот, вышли. Здесь вот все вот в таком состоянии недоделанном. Такие вот провода. Квартиры еще. Вот видно, что здесь никто не живет. И вот мы идем к квартире. Какие-то выводы болтаются. Здесь вот хозяйка квартиры. Видно, как-то старалась заделать вот эту дырку с разводкой труб. И вот она, квартирка. Сейчас заходим. Вот такой у нас был балкончик. Вот с таким вот видом. Вот внизу находится игровойница. Детский садик. Два раза в день, в будние дни, сюда выходят дети. Начинают кричать. Вот внизу тоже ничего нету. Это вот кондиционеры. Кстати, вот когда снимаете квартиру, обращайте внимание, вот эти вот кондиционеры очень мощные. Они гудят практически круглосуточно от кафешки. И также вот вытяжка находится. Но ничем не пахнет здесь в данном случае. Вот такой вот вид. Вот. Что примечательно, в этом доме вообще почти никто не живет. Вот над нами балкон. Там я видел, живут все окна. Там видно, что квартиры строй варианты. Видно, окна все грязные. Никто ничего не моет. Да, домик запущенный. Так-то нормальный, в принципе, домик. Вот хозяйка здесь наставила кучу искусственных цветочков. Хотя можно было бы, конечно, повесить их на перилы, и балкончик был бы пошире. Ну, вот, собственно, вот так вот и все. Что еще можно про это сказать? Вот окошко спальни. Кстати, если бы здесь жили люди, и постоянно бы, то вечером здесь вообще невозможно было бы открыть окно. Потому что все как на витрине. Так, вот у нас здесь прямо находится туалет. Выключатель, отдельно выключатель на стиральную машинку, отдельно на водонагреватель. Вот в квартире все новое. Сделано, конечно, так, довольно все простенько. Но плюс все очень новое. Новое душевое. И, кстати, почему-то вот не предусмотрели, чтобы душ повесить. Но верхнего нету, и это не очень удобно. Здесь водонагреватель стандартный, на 80 литров, да? Или на 50, на 80, по-моему. Ну, всякая фигня хозяйственная. Унитаз хороший, кстати. По-моему, вот это вот все витро. Сантехника. Полочки. Ну, собственно, вот. Такой вот он. И спальня. Вот, готовимся к отъезду. Вот такая кровать. И смотрите, вот самое интересное, что здесь. Вот посмотрите, вот раз и два. То есть вот сюда один человек проходит, а второй человек, он вынужден сюда, здесь раком, забираться все время на кровать. И вот физически в этой комнате, вот картина, кстати, интересная, невозможно разместить другую кровать. Она и так самая маленькая, здесь на метр сорок. Окошко. А из окошка тот же самый вид. И вот здесь, вот тут стоит шкаф, а вот здесь располагается столик. Хотя логично было бы сделать столик с этой стороны, шкаф начать от этой, чтобы столика был свет. Ну, как бы, ничего страшного. Но если, кажется, когда долго живете, тогда возникают такие маленькие проблемы. Здесь гардеробчик, вешалки, папучи. И разные ящики с полотенцами, с постельным бельем. Значит, вот скажу, почему такой-то антураж у меня за спиной кухни. Почему так не снимал долго и ничего не удалось снять? Жара адская. 30-33 это показывала погода, а на самом деле, ну, не знаю, там все 40. И когда открываешь балконную дверь, слава богу, вот кондиционер есть, то там прям такая духота, дышать нечем. На улицу выходил, у меня прям вот сердцем плохо становилось. И вот прям так хотел пойти что-то снять, и столько всего осталось интересного. Прямо обидно. Ну, что поделать. Ладно. Здесь Македония. Тоже очень интересно будет. Ладно, смотрим дальше. Так вот. Кухня, вот она входная дверь. Там зачем-то такие огромные. Куча для всяких автоматов, но половин пустует. Здесь вот такой столик-то было, мое рабочее место. Целый месяц. Холодильничек. Холодильничек тоже новый. Все здесь чисто. Ну, вот, конечно, заметили, чего не хватает, да? Да, варочной поверхности. Она есть. Вот она стоит. Ну, вот спрашивают, почему нельзя было встроить сюда? Микроволновка. Микроволновку мы ставили сюда на холодильник, когда жили, потому что реально вообще даже нет места ничего делать толком. Ну, вот, вся посуда. Ну, что ее показывать? Посуда и посуда. Нормально все. Вот такие вот полочки, пылесборники. Тут кофе было. Вот это вот кофе ужасно пахнет. А вот, кстати, Нескафе вот это вот. Я вообще растворимое не пью. Ну, так получилось, что несколько раз пришлось ее так, по-быстренькому. И, кстати, вот в Сербии довольно неплохой Нескафе. В России вот это вообще невозможно даже в рот взять. Так. А, вот здесь у нас телевизор, который очень тоже странно расположен. То есть, если мы садимся вот на этот диван, мы смотрим сюда. А телевизор можно смотреть только с этих креселец. Вот отсюда, если их развернуть. Это было очень неудобно, потому что, ну, хочется посмотреть кино вечерком, развалиться нормально. Ну, вот, как бы так. На полу плитка. Везде. Хозяйка говорила, что здесь теплый пол, потому что отопление, как видите, вообще ни одного радиатора нет в квартире. Несмотря на то, что это новый дом, и это центр Белграда. Так. Что еще? Какие были проблемы? Да, вроде никаких. Квартира вот хорошая. Я дам на нее ссылочку на Airbnb, на сайт. И посмотрите, если кому-то пригодится. Очень хорошая хозяйка, интеллигентная такая тетенька пожилая. Ну, хозяин сам сын. Вот, ну, он где-то работает, а встречает и провожает гостей она. Кстати, сегодня она нас не провожает. И ключи мы оставим просто в почтовом ящике. Так, ну и вот какие сейчас дальнейшие действия и какие сюжеты вас ожидают в ближайшие там несколько часов или даже сегодняшний день. Сейчас мы двигаемся на автобокзал. Как я показывал в предыдущих роликах, мы купили билеты. Вот там про это все есть видео. И сейчас мы вызовем такси и поедем. Вызовем Яндекс.Такси. Да, как и в России. Оно работает здесь прекрасно. И дорого, по-моему, где-то 600 динар обойдется поездка отсюда до автовокзала. Это 3 километра. Вот. Ну и сейчас вот посмотрю, что по дороге может быть интересно. Вот, когда уже приедем через границу, уже к вечеру будем уже в Скопье. Там тоже приезд. Там нас будут встречать тоже очень балденные хозяева с табличкой, с интересной. Вот, тоже, может быть, если они будут не против, что-нибудь сниму. А может и нет. Так, мы пока не будем загадывать, ладно? Будем собираться. Приехали на вокзал. Ну, мы его уже видели, когда уезжали в Бьелину. Только мы вот с тех перронов уезжали. Сейчас здесь. Надеюсь, наш автобус будет самый красивый и комфортный. А вот наш автобус подъезжает, как оказался, старенький-старенький. Вот на таком нам ехать. Надеюсь, будет удобно. Сейчас будем загружать чемоданы. Да, я надеялся, что будет покруче. Ну, ладно. Сейчас произошел вообще кошмарный случай. Нас сняли с автобуса, потому что с кошкой нельзя в салоне, уроды. Сказали, вот, давайте ее суйте туда, вот, в багажное отделение, вот, чтобы она там померла. В общем, сейчас будем искать другой рейс. В общем, не ездите вот на этом Ниш-экспрессе поганом. В ни в коем случае. Особенно с животными. И мало того, что автобус внутри жутко. Просто страшно неудобно. Ладно. Идем сейчас смотреть расписание. Следующий автобус. Так, прошло сколько? Два-три часа. Вот. Узнаете обстановку? Снова вернулись в эту квартиру. Слава богу, у нас тут есть еще два дня. О, кошмар. Еле доехали. Жарко. Принял душ. По дороге пока ехали. Нашел через Буа-Буа-Кар. Едет дяденька из Нови-Сада прямо в Скопье в 17-20. Так, чтобы заедет прямо сюда на квартиру. Мы погрузимся и спокойно поедем на машинке. И там по времени ехать будет не 8 часов, а 5 даже. Вообще супер даже. Вот. Хорошо, что мы не сели на этот автобус. Вот. Кстати, вот что узнали, оказывается, с мачками вообще нельзя в автобусы. Не знаю. Первый раз услышал, мы до этого ездили. Нормально, никаких не было проблем. А тут вот такое. Ну, если такое есть правило, то тут действительно против него ничего не сделаешь. Вот. Ну, конечно, запихивать кошку в багажный отсек. Это вообще ужас в автобусе. Ну, вот, что еще? Так, значит, ну, вот все нормально. С водителем созвонился. Вот. Все. В общем, сейчас сидим. Ну, вот, будем отдыхать до пяти часов вечера и спокойно уже поедем. Что делать? Даже лучше. Потому что, реально, вот, сели в автобусе, там сел, вот, елки-палки, как я не знаю, там, блин, как нахуй вас, ей-богу, прямо, наверное, и то, наверное, там удобнее сидеть. Расстояние между сидениями, там, вот такие, там, ни ногу не поставить, ни ручную кладь, ничего вообще. То есть, вот, сели там в раскоряпу просто, вот, реально, вот, я не знаю, то есть, ехать было не надо, 9 часов, это с ума сойти. В общем, слава богу, что оттуда ушли. Ладно, надеюсь, что все будет нормально, потом расскажу, что дальше произошло. Так, ну, все, позвонил водитель, сказал, подъезжает, оставили ключик соседке-хозяйке в 16-м ящичке. Я вот ее вот как. Все, сейчас поедем. Все, мы поехали. Счастливого нам пути. Такая вот машинка комфортная. Ребят, спереди, мы шли за водичкой. Стекла тонированные. Так что, снимать ничего не получится в дороге, особо. Да и ничего интересного не будет. Будем ехать и ехать. Ехать 5 часов. Приедем там, разберемся. Вот, едем в такой сумасшедший дождь. На дорогу то начинается, то заканчивается. Уже подъезжаем к Нишу, кстати, может, туда-сам, если остановимся, где-нибудь напереку выйти, что-нибудь снять. Вон, что творится. Остановились, потому что ехать невозможно. продолжаем ехать. темно. Всем, кто досмотрел до этого момента, скажу такую интересную вещь. Сейчас мы проезжаем такой узкий перешеек. И вот справа у нас сейчас находится Косово и буквально два часа езды до Приштины. А слева находится Болгария. И два часа тридцать минут до Софии на машине отсюда, прямо вот из этой точки. А прямо собственно с Копьей и Македония, куда мы направляемся. Так что вот такое интересное место здесь. Смотрите, какой дом. ел упало. А это все зеленая стена на все уровни. Вот тут мы будем жить. Так что ждите новых видео. Я думаю, будет много интересного. Смотрите, какая здесь чикавоница. там рецепция. Ладно. Все, идем отдыхать. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok